Следующий модуль у нас называется «Командный пункт вашего инфобизнеса». Это единственный модуль, который я уже давал на другой конференции, на мастер-инфобизе, но он в данном случае будет немножко дополнен. Даже те, кто его видел, вам будет интересно. Небольшое такое введение. Кто видел кабину самолета? Такого современного. Видели, сколько там всяких приборов, датчиков и так далее. Для чего это сделано? Пилот самолета видит перед собой состояние любого агрегата самолета, любого двигателя, любого, то есть скорость знает, знает курс. Я читал, там больше сотни всяких параметров они наблюдают. И вот когда я увидел впервые такую картинку, я как-то подумал, зачем, зачем столько датчиков? Вот можно же запутаться, можно что-то там не так сделать. А на самом деле потом до меня дошло, что при малейшем изменении, при малейшей какой-то неполадке пилот мгновенно это увидит. То есть упало там давление в каком-то двигателе, он сразу это видит и может принять решение быстро там посадить самолет где-то на запасном аэродроме. Например, изменился курс, там изменилась скорость, там еще что-то. Но он в любом, в любой момент понимает, что происходит с самолетом. И если какая-то нештатная ситуация, он может быстро отреагировать. И по сути вот я подумал, почему бы не сделать то же самое в бизнесе, чтобы видеть всю его картину в одном месте. И видеть продажи, посещаемость, конверсию, клики, количество партнеров, количество там остальных всех параметров. И начал так искать другие примеры из разных сфер жизни, где это еще применяется. И меня вот поразил тоже вот этот кадр, когда идет какая-то война, например, Великая Отечественная война. Вот это кадры с Великой Отечественной войны. Там всегда создавался такой генеральный штаб, куда стекалась информация со всех фронтов. И там вот эти генералы принимали решение, что делать дальше, куда направить ту армию, здесь отступить, туда там провизию отправить и так далее. И без вот такого командного центра, без такого генерального штаба воевать было бы им очень сложно. Я подумал, что нужно сделать то же самое в инфобизнесе. Что ты заходишь на какую-то страницу и видишь, ага, вот здесь у меня посещаемость просела что-то, вот здесь сервер упал, недоступен, там, допустим, партнеры заработали столько-то. То есть общая такая единая система, по которой можно быстро отреагировать на изменение ситуации. И я поставил программисту такую задачу и вот что у нас получилось. Я назвал эту систему центр управления бизнесом. Я каждый день туда захожу и контролирую все параметры. Сейчас давайте объясню, что там вообще есть. Во-первых, это, конечно, посещаемость всех наших проектов. То есть я там вижу по каждому сайту, сколько людей у меня пришло за сегодня, сколько было просмотров, сколько они посмотрели, какие показатели у нас по поисковым системам у данного сайта. Потому что если вдруг в какой-то день он резко упадет, например, до нуля, я могу быстро отреагировать, что значит там в бан попал или еще что-то. Нужно быстро принимать решение. То есть посещаемость обязательно, обязательно вот показатели по поисковикам. Здесь же у меня выводятся продажи. То есть здесь у меня идут все продукты, которые у нас продаются. То есть сколько на мини-сайт каждого продукта зашло людей, сколько было заказов, какая была конверсия и по факту, сколько в итоге мы за сегодня, допустим, выручку получили с этой именно ниши. Дальше у меня по другой нише идет. Это уже вот фотографии у нас, фотошоп и так далее. По другой нише информация. Дальше я сюда же вывожу количество зарегистрированных партнеров за последний день. Тоже важная информация. Иногда бывают всплески, которые можно выяснять. То есть видишь всплеск, можно сразу это посмотреть, из-за чего он произошел, а потом задействовать вот это знание для привлечения партнеров. Или наоборот произошел спад. То есть обычно вы знаете от десяти до двадцати у вас партнеров регистрируются, а сегодня ноль. Я быстро захожу на страницу регистрации и вижу, например, что там какой-то сбой. А если бы у меня такой системы не было, она могла бы месяц там висеть, у меня бы там ни один партнер не зарегистрировался, а я бы об этом даже и не знал. То есть такая некая тоже кабина самолета только для бизнеса, где я могу отслеживать эти параметры. Дальше. Количество подписчиков. То есть сколько у меня по моим проектам подписчиков, допустим, за сегодня пришло, сколько по фотошопу, сколько по фотомонстру, по нашим проектам. А в скобках выводится, сколько вообще подписчиков в базе по данному проекту на данный момент. Далее я использую заработок на Аценсе. Знаете, кто знает, что такое Аценс? Рекламные блоки, которые размещаются на контентных проектах. То есть здесь я опять же вывожу, сколько мы заработали на Аценсе за сегодняшние сутки. Тоже так интересная информация. И вывожу мониторы доступности наших серверов. У нас все сайты мониторятся с интервалом одна минута, то есть каждый сайт пингуется каждую минуту на доступность. И все это складируется, так скажем, в базу данных и потом выводится вот в виде таких графиков. Я могу видеть, что за сегодня, например, вот такой-то сайт или такой-то сервер у нас вот в этом моменте выпал. И вот в этом моменте выпал. Если вот таких провалов достаточно много, допустим, будет, вот здесь нет, но бывает так, что вот они подряд идут, 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 и мы можем мгновенно отреагировать, обратиться к хостинг-провайдеру, чтобы он выяснил, в чем там проблема. Потому что часто бывает, например, на канале какая-то там проблема или сервер что-то начинает тупить, его нужно быстро переделать. Поэтому тоже очень полезно, чтобы мгновенно отреагировать и решить вопрос. Также я туда вывожу таймеры. Не знаю, вот есть у вас такая проблема или нет, но у меня всегда проблема, там, например, регулярно пополнять блок. Вот он есть, он висит, но как-то все время до него руки не доходят. То продукты делаешь, то семинар готовишь, а блок висит, висит, и про него постепенно забываешь. А здесь я сделал такие таймеры, что я, например, говорю, заметка на блоге должна появляться минимум раз в семь дней. И задаю здесь таймер. Вот как только у меня эти семь дней кончаются, мне приходит смс-ка, пора разместить заметку на блоге. Я ее размещаю и захожу сюда, сбрасываю таймер. Прошло еще семь дней, мне опять придет смс-ка и так далее. Ну, я, например, выпускаю журнал, раз в 30 дней у меня стоит таймер, заметку на блог, письмо подписчикам, чтобы база не остывала. И таких таймеров у вас может быть достаточно много. Так, это вот на текущий момент, как он у меня выглядит. И у вас, я думаю, сразу возникает вопрос, как его создать. Здесь есть два варианта. Первый полностью ваш делает программист это все, потому что это сложная система, вытаскивать данные с разных источников и консолидировать их в одном месте. Это все делается по технологиям API, технологии парсеров. То есть это вы, естественно, сами не сможете никогда сделать, это будет делать ваш программист. Но другой вариант есть более простой, если сейчас нет возможности нанять программиста, но что-то подобное получить хочется, можете сделать следующее. Взять какой-нибудь браузер, которым вы не пользуетесь регулярно, например, браузер Opera, открыть в нем во вкладках все те страницы, по которым вы хотите отслеживать статистику, то есть тот же вот, допустим, мониторинг, ту же Яндекс.Метрику, где статистику смотрим, вашу админку, где продажи можно смотреть, ваш YouTube канал, где вы сможете смотреть количество подписчиков и, по сути, сохранить вот эту сессию. То есть оставить все вот эти вкладки открытыми и когда вы будете запускать браузер, они у вас автоматически как бы будут подгружаться и вы по ним будете кликать, быстро смотреть, что у вас происходит в бизнесе. Такой как альтернативный вариант, он, конечно, намного менее интересный, но тоже имеет право на жизнь. И понятно, что данный центр, это у меня пока такой в минимальном варианте. Туда можно выводить до бесконечности всяких параметров. И вот я сейчас набросал, что я хочу туда еще вывести в ближайшее время. Вы можете тоже себе это пометить, будет интересно. Во-первых, это отчеты всех сотрудников по итогам дня. Вот я сейчас сделал так, что каждый сотрудник должен в конце рабочего дня отчитаться, что он сделал, над чем он работал. Это очень актуально, когда вы разрастаетесь, у вас людей все больше и больше, вы уже за каждым не можете следить. И у меня вот часто бывала раньше такая ситуация, что я даже не в курсе, чем у меня там сотрудник занимается. А так я могу быстро зайти и видеть, ага, Ваня сегодня работал над этим, Петя над этим, а Лена над этим. И если вижу, что кто-то недозагружен, там пишет, например, там, пил чай, пил чай, пил чай, то уже я смогу ему дать более серьезные задачи. Дальше. Стратегические задачи на текущий год. Тоже важная штука. Сегодня в век вот этих социальных сетей, твиттеров, инстаграмов и так далее нам очень легко, так скажем, уйти с нужной тропы. Когда наступает Новый год, многие из вас пишут, что бы они хотели сделать за год. Запустить проект, создать курс, еще что-то важное сделать, но почему-то в конце года мало у кого это реализуется. А все дело в том, что мы не держим вот эти цели постоянно перед собой. Мы не понимаем, что лучше мы сейчас поработаем над достижением какой-то стратегической цели, чем вот зайдем в инстаграм или зайдем в твиттер или зайдем в контакт. И я, например, вот сейчас хочу вывести все вот эти свои стратегические задачи в командный центр, чтобы каждый день их видеть, чтобы они у меня как бы оседали, что я должен работать над этим, я должен работать над этим и не отвлекаться. Так, следующие результаты действующих сплит-тестов. Тоже важная штука. У меня, например, часто бывало так, что мы там наделаем кучу сплит-тестов, запустим их, а потом забываешь там отследить, сработал он, не сработал. Поэтому я сейчас хочу в командный центр вывести все эти результаты в одном понятном виде, чтобы видеть, ага, вот на этой странице лидирует такой-то вариант, такой-то вообще, например, не работает. Мы быстро можем его оставить. Ну, я думаю, понятно, да, что сразу результаты сплит-тестирования туда выводим. Результаты воронок продаж. Сейчас у нас тренд такой, что под каждый платный курс вы должны воронку, завлекать, получается, через бесплатный материал и постепенно в процессе обучения давать людям ссылки на ваш платный продукт. И мы вот сейчас делаем такой центр для автоматизации вот этого всего дела, автоматизации отслеживания результатов по воронкам. И вот эти результаты тоже можно было бы вывести в командный центр. Мне кажется, будет здорово. Дальше. Оборот за последний месяц и год плюс дельту. То есть, чтобы постоянно быть в тренде, как бы понимать, что у вас происходит в бизнесе, было бы неплохо выводить, сколько у вас продалось за последний месяц, за последний год и дельту по сравнению с этим же периодом того года. То есть вывели, например, за март там оборот 500 тысяч, в скобочках в том году было, допустим, 320. И мы уже видим, что по сравнению с предыдущим годом у нас уже есть подъем. Либо если спад, то надо уже быстро принимать какие-то решения, анализировать, почему так происходит, почему мы год прошел, вроде столько работы сделали, а у нас наоборот спад. Так, заработок партнеров за последний месяц и год. Тоже важный показатель, я считаю, по нему можно отслеживать партнерскую программу, как она у вас в динамике растет или у вас партнеры потихоньку отваливаются и не продвигают ваши курсы. И опять же, если растет, отлично, продолжаем наращивать. Если падает, то анализируем, почему падает, что мы неправильно делаем, может быть, продукты у нас устарели, может быть, они там на пиратских сайтах везде валяются. То есть, опять же, это такой же показатель, как в машине у нас уровень топлива. Если он упал, нужно что-то сделать, заехать на заправку. Если он нормальный, мы довольны. Так, сумма заработной платы всех сотрудников. Мне вот это интересно, например, сколько у меня все люди за этот месяц, например, заработали. И также можно вывести, в принципе, дельту, сколько они заработали в том году за этот же месяц. То есть, видеть рост, по сути, это рост команды, да? Отслеживаешь рост своей команды. Количество людей, которые отписались от рассылки. Вот это показатель, который может вам в какой-то момент, например, дать пищу для размышления. Например, обычно у вас отписывается 100 человек в месяц, это нормально, а в какой-то месяц отписалось 1000. И опять же, вы быстро по этому показателю должны проанализировать, какое письмо вызвало такой резкий отток. И смотрите, можете по истории отправленных писем посмотреть, какое письмо вызвало такой резонанс и почему у вас люди отписались. Или наоборот, если количество людей там… А, нет, это у нас чисто по отписке, так что все правильно. Так, и следующий момент – это прирост группы в соцсетях. Я пока, честно говоря, не знаю, можно ли вытащить количество подписчиков в соцсетях по тем технологиям, которые мы используем. Но я думаю, можно. И опять же, можно показывать, что вот у нас в этом месяце в группе ВКонтакте было 53 тысячи человек, а через месяц стало 56. Мы видим вот эту дельту. Если наоборот она уменьшается, опять же, принимаем меры. Прирост подписчиков в Инстаграм. Сейчас у нас тренд такой, что многие инфобизнесмены начинают вести, ведут уже свои Инстаграмы, и было бы здорово смотреть, мериться вот этими подписчиками. идет прирост или идет убыль. Полезно. Дальше. Количество отзывов, которые у вас пришли за месяц. Мы сейчас также разрабатываем вот эту систему автоматического получения отзывов от клиентов. И оттуда вот я буду вытаскивать данные, сколько мы, например, за сегодня, там за неделю получили отзывов. Тоже полезная информация. Так, эмоциональное состояние базы подписчиков. Вот здесь остановлюсь немножко подробнее. Это такая у меня пока концепция только, но я думаю, со временем ее можно реализовать. Здесь смысл в чем? Объясню на таком, на крайностях. Вот если мы шлем нашей базе постоянно рекламные письма, что с ней происходит? Да, она выжигается, да? Есть такой термин «выжечь базу». Она выжигается. Она перестает реагировать, люди отписываются. И если вы постоянно шлете рекламу, то она у вас проваливается, можно сказать, вниз. И обратная сторона. Что происходит с базой, если мы им шлем только полезный, классный контент без рекламы каждый там, ну постоянно. Причем контент, который реально, можно было бы за него брать деньги, но мы шлем бесплатно. Понятно, что она к вам супер лояльная, она вам доверяет, ей все нравится. Вот они два этих противоположных состояния. Но обычно у нас что-то среднее. Мы шлем что-то полезное, шлем что-то рекламное. И вот у меня есть такая идея прописать каждому типу письма определенное количество баллов, которое оно добавляет к эмоциональному состоянию или наоборот забирает. То есть если, например, выслали что-то полезное, оно добавляет к эмоциональному состоянию пять очков. Если вы выслали рекламу, оно пять очков забирает. И вот мы, допустим, начинаем с нуля. Сегодня отправили полезный контент, завтра полезный, послезавтра полезный. Вот у нас плюс 15. И вот это плюс 15 я бы вывел там в виде какого-нибудь такого зеленого столбика к себе в командный центр, что да, вот у меня база сейчас такая на подъеме, она лояльна ко мне, позитивна. Потом бац, у нас идет релиз какой-то. И мы постоянно их долбим рекламными письмами. У нас вот это, получается, эмоциональное состояние снижается до нуля, может быть, даже до минуса. Я уже вижу, ага, база в минусе, надо дать ей что-то полезное, чтобы ее вернуть в позитивное состояние. То есть вот такая концепция. И я бы вот это тоже обязательно вывел в центр управления инфобизнесом, чтобы вы видели, как у вас база на данный момент себя чувствует, так скажем. Так, вот в принципе все. Давайте, у кого вопросы, пожалуйста. Женя, вот у меня такой вопрос по поводу вот этой системы управления, пульт управления CRM. Как лучше делать вот этот самописный вариант и выводить вот эти блоки, либо лучше просто найти какую-то стороннюю CRM-систему, в которой уже все есть и можно отслеживать уже основные показатели. И какие вообще есть хорошие варианты CRM-систем? Ну, я советую все-таки делать с нуля под себя конкретно, потому что здесь нет универсального решения, здесь вы все равно очень много будете допиливать именно под свой инфобизнес. Потому что у вас определенная система приема платежей, где вы отслеживаете заказы. У вас там своя партнерская программа, где вы отслеживаете партнеров. Я сейчас верну свой центр, чтобы подробнее посмотреть. То есть у вас свой вот этот сервис мониторинга будет. И таких готовых систем их просто нет. Поэтому лучше это все писать с нуля, вытаскивать по всем именно вашим проектам вот эти показатели. То есть вот показатель количества подписчиков на YouTube у меня где-то здесь есть. Да, количество подписчиков на YouTube. То есть таких готовых уже нет. Лучше все это писать с нуля. Еще вот у меня есть вопрос. А как синхронизировать работу сотрудников? То есть, например, есть три сотрудника. У них есть список определенный. Они берут оттуда контакты и звонят. Ну, ищут партнеров, например. То есть один ищет одного, другой ищет другого партнера. И как сделать так, чтобы они не звонили одним и тем же. И чтобы как бы все это было синхронизировано. Ну, здесь можно задействовать банальный Google Docs. То есть вы создаешь общую Excel-таблицу, открываешь ей доступ ко всем трем сотрудникам. И, допустим, первый пишет. Иван Иванов мой. Петр Петров мой. Я бы сделал так. Дешево, быстро, бесплатно. Не дешево, то есть бесплатно и быстро. Так вот, Ксения. Спасибо. Вопрос. Видела в планах соцсети. Есть ли они? Вы есть в соцсетях? Потому что я видела только группы на Фейсбуке, ВКонтакте, Твиттера, Инстаграма. Я пока не видела. Но именно в нише инфобизнеса меня в соцсетях нет. А вот у нас есть проект Фотомонстр, например. Вот мы там активно используем соцсети. Там у нас более 50 тысяч подписчиков ВКонтакте. У меня там прям сидит отдельный человек, который занимается только соцсетями. То есть она занимается набором подписчиков, работает с ними, конкурсы проводит и так далее. То есть я там тестирую вообще, нужно ли использовать эти соцсети, приносят они какой-то выхлоп. И пока я так и не принял решение, реально ли они что-то дают такого полезного. Пока, я считаю, просто отбивают зарплату этой сотрудницы. Да, там есть какие-то продажи, есть какие-то переходы, но не сильно, не сильно интересно. Вот. И там у нас вот есть и на Фейсбуке большое сообщество, и на ВКонтакте. И еще вопрос. Вы занимаетесь закупкой трафика и планируете, если да, планируете ли отображать это в отчетах? Да, конечно. У нас как раз, где я говорил про воронку продаж, вот мы сейчас создаем такую систему, где можно вбить, сколько ты потратил, допустим, на определенный трафик, допустим, 10 тысяч вложил в рекламу ВКонтакте. И она, эта система выдаст, сколько ты с этих 10 тысяч получил. И мы это, естественно, будем выводить. Спасибо. Вопрос такой, а вот коммуникацию сотрудников между собой, ты вот смотришь или как бы на доверие, что там, кто кому сказал? Это у нас будет отдельный блок, вот буквально завтра уже. Да, будет это. Понятно. И второй вопрос. Вот эта вот система, именно которой это ваше под ключ написано, да, она, это облачная или какой-то софт в виде софта сделано, который вот к интернету подключается? Нет, это находится полностью в интернете все. Это как отдельный сайт, по сути, куда есть доступ только у меня и у программиста. Опять же, о важности программиста. То есть он имеет доступ к самым сокровенным вашим как бы показателям, по сути. Как смотреть это в браузере, все эти показатели? Ну вот, я же объяснял, то есть ты открываешь в браузере, например, Яндекс.Метрику и там ты видишь статистику сайтов. Да, то есть там открыл YouTube, там видишь количество подписчиков. Открыл админку с продажами, видишь количество продаж. Потом сохранил это как единую сессию. Например, в браузере Opera можно сохранять сессию. Сессия – это открытые вкладки. Потом ты ее запускаешь, говоришь, загрузить сессию, и он тебе все эти вкладки открыл. И уже по ним пощелкал, посмотрел, что у тебя происходит. Так, все, тогда у нас сейчас небольшой перерыв по расписанию. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok.